Всем привет! С вами Дайджест МКС перед третьим этапом. И сегодня вы опять видите несколько интервью. Пилоты приехали на маяк, многие были в надежде, что не будет дождя, но дождь снова был, уже третий этап подряд дождевой. И по классике получилось так, что нижние финалы поехали в дождь, а финал А, Б и С вроде бы даже тоже более-менее было уже сухо. Тем не менее, как всегда, на маяке было множество интересных обгонов, происшествий и прочего. А сейчас давайте посмотрим интервью Ильи Казакова, чемпиона МКС Винтеркап. Что нам расскажет он? Я Казаков, капсул Рейсинг Тим, пилот про. Ты ворвался к нам в чемпионат в МКС Винтеркап. Сразу же выиграл чемпионский титул. Тебе это дало мотивацию на участие в основной серии, поэтому ты стал участвовать? Ну да, я давно хотел поехать в полный сезон, в полный чемпионат. Ну и в принципе мне понравился этот чемпионат после зимнего формата, организация, учащийся у меня. Поэтому, да, лучше поехать в этот сезон. Идет третий год, но лучший результат у тебя в шестое место в 2020. Что происходит? Ну, по асфальту ехать тяжелее, по асфальту больше участников, влечает больше конкуренция. Была возможность в прошлом году на последнем этапе заехать на позио, но пока что не срослось, но стараемся дальше. И кого ты считаешь своим основным соперником? Ну знаешь, есть человек, которого прям очень хочется обогнать себя. Ну, внутри команды у нас есть собственное соперничество между основной командой капсулы рейсинг-тим и такой немного шуточной соперничеством команды капсулы киллеров. И у нас всегда у капсулы рейсинг-тим всегда задача обогнать капсулу киллеров. Если мы обогнали, значит этап удался. Ну пока это удается, я вот так вот смотрю. Хорошо, удачи на гонку. Спасибо. Прошедший этап принес дополнительные штрафы по окончанию гонки, получил дисквалификацию за этап призвания Владимира Малышева, за то, что сдерживал целую группу лидеров. Потерял он все очки, заработанные свои, на том этапе. И также инженер, который его вел Игорь Покусаев, получил дисквалификацию на этап на маяке. А теперь давайте послушаем, что расскажет нам Андрей Ельцин про МКС и про свои гонки вне серии. Андрей Ельцин, Пелотрек, пилот Лайка. Сегодня у тебя 64-я гонка в МКС. Я даже не считал. За тебя все считают. За это время ты стал чемпионом серии Лайт в 2020 году. У тебя 13 подиумов, 4 из них на маяке. Что нам ждать от тебя сегодня? Ну, я вообще хочу на подиум попасть, но уровень даты в Лайте поднялся, так что будем бороться. В прошлый сезон ты провел серии Медиум, но в этом опять вернулся в Лайт. Почему не получилось с Медиумами? В Медиуме тоже стала выше конкуренция и сейчас в Медиуме едут даже трехкратные чемпионы МКС. У тебя есть какая-то цель подняться выше в серии или тебе Лайка достаточно? У меня цель ехать быстро. То есть, если я буду ехать быстро, я подниму манерию. То есть, как бы, серия не самоцель. Цель быть быстрее всех, хотя бы подожди. Поднимаем МКС ты участвуешь в гонках на выживание. Расскажи о своих успехах там. Ну, в этом сезоне успехи скромные. Пока никак не можем настроить собранный мотор. Так что в этом сезоне без подиумов. В прошлом сезоне подиумы были. Сколько лет ты уже там участвовал? С 2013 года. И чемпионского титула у тебя не было там? Чемпионского титула не было. Был в тройке по итогам сезона. Но где вообще тебе больше нравится? Все-таки в картинге или в гонках на выживание? На самом деле в гонках на выживание. Потому что там у машины есть подвеска, у машины есть коробка передач. Управление гораздо сложнее. Особенно по зиме по льду. То есть тебе надо в повороте не только попасть, В очередной раз на гонку приехало более ста пилотов. И конкуренция была жесточайшая. Были также и новички, и пилоты, которые не участвовали в первых двух этапах, появились вновь. И один из финалов был просто бомбический на события последнего поворота. Обязательно вы все это увидите. А сейчас давайте послушаем, что нам расскажет пилот Григорий Русак про свою жизнь, про свою карьеру в МКС. А пилотерий медиум Григорий Русак, его трек. Почему-то опять. Ладно, к этому придем. В 2017 ты в серии про занял второе место на пилоте. Потом два неурожайных года, в 2020 уже в серии медиум, ты дважды попал на подиум на маяке. По логике, следующий подиум в 2023 у тебя. Я надеюсь, пораньше. Почему у тебя разрывы такие получаются? Потому что чемпионат стал гораздо сильнее. Почему все одно и то же говорят? А что еще? Нет, минуточку. Если чемпионат стал сильнее, почему те пилоты, у которых я беру интервью, не могут стать сильнее вести с чемпионатом? Что происходит? Сложный вопрос. Мало тренируемся, наверное. Может быть, надо ограничить тренировки. А, как я, да? Правильно. Ты стоял во главе команды EvoTrack, затем вдруг ушел FuxRT, потом Atomic, потом Rally Sprint, сейчас снова вернулся в EvoTrack. Что происходит? Почему такая беготня по командам? Все, возвращайся на круги своя. А почему ты неожиданно решил оставить свою команду? Ну, во-первых, команда дала мне много полезных советов. Дальше решил все-таки, что EvoTrack мне роднее. Ну и чем ты занимаешься, помимо МКС, я имею в виду спорт, может быть, какой-нибудь или другие гонки? Другие гонки. Ну, либо какой-нибудь спорт, может быть, ты пловец или баскетболист. Только сноуборд иногда. А в других гонках не участвуешь только МКС? Ну, иногда, конечно, приходится ходить тренироваться куда-то, там, в Дорке. В этом сезоне, благодаря дождю, позиции пилотов меняются просто с невероятным образом и никогда не ясно, кто же попадет на подиум. Это вносит такое разнообразие в чемпионат. Очень много команд пришло в этом сезоне новых. И Hammer Time приходится очень серьезно бороться, чтобы отстаивать свой титул прошлого года. Посмотрим, получится у них это или нет. Конкуренция сейчас просто жесточайшая. Также объявили о распаде команды Rally Sprint Event и появлении новой команды Цепкала Крю. Но никто из пилотов этой команды пока не появился на третьем этапе. Как говорит Артем Хаустов, появится обязательно в некоторых гонках эта команда. Там очень сильный состав. Будем смотреть. А сейчас я предлагаю вам посмотреть интервью капитана команды Hammer Time Кристиана Фридриха. Что он расскажет про команду. Ну и заканчиваем наш дайджест. Пока-пока. Кристиан Фридрих, капитан команды Hammer Time. Прежде всего про название. Почему так назвали команду? На самом деле у нас был огромный список из различных названий, из которых мы выбирали. То есть там было, что-то, наверное, 20. В конечном счете, пришли к этому варианту. Потому что совершенно случайно услышали радиопереговоры там господина Хэмбельтона. Ну, то есть это достаточно сложно переводимый, на самом деле, оборот. Но условно это означает время ехать быстро. Максимально быстро, насколько это возможно. То есть это применимо и к квалификации, и применимо, ну, по крайней мере, в F1. Это применимо к случаям, когда нужно проехать, например, один лишний круг, когда человек уже заехал на пяты. То есть, в общем, мы решили, что это достаточно прикольный оборот. И, в принципе, и звучит достаточно интересно и прикольно. Плюс у нас потом появилась эта фишечка с тайм-то таймами и прочими форфанами. Ну, короче, очень классно еще и сочетается, так скажем, с различными комбинациями на английском форфанале. Говоря о команде, многие замечают, что Хаммертайм – самая профессиональная команда в МКС. Как удалось собрать такой коллектив? Профессиональная в таком именно смысле. Ну, многие, с кем мы общались, считают, что команда прям достойна уже двигаться дальше, в более высшей серии. Ну, я не знаю, наверное, один из коперьев – это сплоченность с коллективом. То есть, мы, говоря, выбираем людей в команду не просто как-то рандомно, да, то есть, они проходят какой-нибудь отбор, там, на разных катодромах. Мы присматриваемся сначала, только потом мы принимаем решение, нужен нам этот человек в команде или нет. Вот, и за счет вот нашей сплоченности, нашего команда в МКС, мы, я считаю, в первую очередь из-за этого прогрессируем. Плюс набрали достаточно сильных ребят в прошлом году. И, соответственно, да, мы едем не только в МКС, но и очень многие другие чемпионаты. И в Индор мы зашли достаточно неплохо сейчас. А ООО показывает хорошие результаты. Да, поэтому будем стараться прогрессировать дальше, главное – не стоять на месте. У команды сейчас три состава. Есть ли у второго состава цель выиграть чемпионский кубок? Или все-таки это команда поддержки основного состава? Да, это команда поддержки, абсолютно верно. То есть в тайм-то тайме, ну, к сожалению, на данный момент мы не можем собрать прям супер-боевой состав, который будет также ехать везде и всегда, и все, что можно. Но также он создан для того, чтобы народ ехал не просто там время от времени поразвлекаться и все такое, а чтобы у них все-таки был некий ориентир в лице первого состава, то есть куда они могли бы стремиться. И, ну, то есть ты сам все видел по результатам прошлого сезона, были сделаны переходы, переходы, переводы, да, из второго состава в первый, тех людей, которые себя максимально круто показали по этому моменту. Ну и такой маленький вопрос. Новый состав, третий, зачем он появился, скажем так? Очень простой ответ, потому что мы утерлись в лимит, да, то есть у нас 14 человек в лимит на одну команду, мы поняли, что у нас уже 28 человек, тогда как бы полностью укомплектованы первые два состава, но вроде бы как, ну, не вроде, а и люди из третьего состава, мы, собственно, из спортфана, да, они, тем не менее, с нами периодически ехали на нескольких этапах, на разных чемпионатах, там, в стомжентуре, вот, поэтому мы решили, что все-таки пусть они едут и по фану, но все-таки под нашим названием, так скажем, есть. Снять буду церковь. Субтитры сделал DimaTorzok